Детский отдых Детский отдых Детский отдых Детский отдых Это 75%, не больше должна быть загрузка оздоровительного лагеря. Все встретятся, увидятся, проведут незабываемые каникулы, будут заняты в кружках. И прочих профориентационных программах, которые... И не только, вернутся отдохнувшими, повзрослевшими, самостоятельными. И родители отдохнут тоже. Конечно, потому что родители тоже была такая нагрузка в связи с этим онлайн-режимом. А сколько смен, продолжительность одной смены, сколько дней? 21 день продолжительность смены. Количество смен зависит от каждого оздоровительного лагеря. Какой-то лагерь в связи с климатическими условиями три смены организует, какой-то четыре. То есть здесь уже порядок полностью, да, это все утверждено, разнарядки есть. Желающих море, как вы понимаете, да, потому что... Конечно. Конечно, да. Немножко меньшее количество детей попадет в лагерь. За границу с семьями многие не могут сейчас поехать. Хорошая альтернатива – ребенка отправить тогда. Ну и потом очень многие дети хотят именно в лагерь, а не в отпуск с родителями. Ну да, конечно. Со своими пообщаться, новых друзей найти. Конечно, да. А к сопровождающим в этом году есть какие-то требования? Не знаю, они должны сделать прививку или вакцинироваться, да, или там дают какие-то постоянные анализы. Вообще, здоровительная кампания этого года, мне кажется, можно сказать, что это проверка на прочность. На прочность проверкой лагерей и организаторов отдыха, и сопровождающих всех. Потому что строгие требования и к оздоровительным лагерям, и в этом году не будет никаких родительских дней, к которым дети так привыкли и так любят, да, потому что запрет есть просто банальный на то, чтобы кто-то посещал территорию лагеря в период заезда. Просто могут привезти на одежде, на предметах даже. Совершенно верно. После того, как дети попадают в лагерь, больше уже в лагерь довезти никого, и заехать туда больше уже никто не сможет. Естественно, строгие требования к сопровождающим. Это должен быть либо ПЦР-анализ, либо это должна быть вакцинация. Мы, конечно, в общем-то призываем вакцинироваться, потому что ПЦР делать приходится с сопровождающим достаточно часто, а вакцинация, она приносит двойную пользу. И можно спокойно отправить сопровождающего с детьми, и мы будем знать, что человек, этот педагог, он защищен в дальнейшем. Конечно, очень строгие требования к перемещению детей. В очень тесном сотрудничестве мы с Федеральной пассажирской компанией и с Дирекцией железнодорожных вокзалов. На железнодорожных вокзалах урегулирован вопрос. Там выделяются зеленые коридоры для того, чтобы дети проходили, ни с кем не контактируя в комнатах отдыха, помещения, чтобы их там можно было разместить. А Федеральная пассажирская компания при бронировании мест, учитывая ту историю, что дети не должны контактировать с пассажирами поезда. То есть вот эти все вопросы были урегулированы заранее. Много времени было на это потрачено. Я надеюсь, что проблем у нас не будет. То есть дети первые поехали, пока все в порядке. Будем надеяться, что так и будет весь сезон. Оксана, а давайте напомним зрителям по оплате путевок для железнодорожников, членов профсоюза в процентном соотношении. Как это все сегодня продолжается в рамках коллективного договора? У нас действует положение по бронированию оплаты путевок в детские оздоровительные лагеря. К сожалению, в этом году случилась ситуация, когда за счет вот этой загрузки 70% автоматически выросла цена, полная стоимость путевки. И, конечно, был момент, который касался финансовой дополнительной нагрузки, которая могла лечь на плечи родителей. Потому что частичная оплата, естественно, берется от полной стоимости путевки. Урегулировали этот вопрос компании. Вопрос выносился на заседание правления 12 мая. И было принято решение очень разумное. И мы очень, конечно, рады, что нас поддержал социальный партнер. Родители вносят частичную оплату в размере той полной стоимости, которая была рассчитана на стопроцентную загрузку. Ну, то есть, грубо говоря, если путевка у нас на 1 января стоила, предположительно, 30 тысяч полная стоимость, родитель на первый сезон должен был заплатить 3 тысячи рублей. Несмотря на то, что при пересчете полной стоимости путевки на 75% стоимость там возросла до 40 тысяч, а родитель все равно заплатит 3 тысячи рублей. Остальные расходы будет нести компания. Это очень здорово. Решение, да, оно, мне кажется, в такое время, как сейчас, очень хороший шаг, очень хорошая поддержка, да, совершенно верно, для работников. Теперь по самим учреждениям, детским оздоровительным лагерям, пансионатам, санаториям. Назовите, какие, ну, то есть, это подведомственные в компании и какие-то партнеры, которые по-прежнему остались с Роспрофжел и на этот раз, на этот год. Ну, во-первых, это детские оздоровительные лагеря непосредственно компаний, расположенные по всей сети железных дорог. Традиционно у нас большим спросом пользуются путевки в лагеря Северокавказской железной дороги. Это экспресс, это зеленый огонек. Конечно, хочется на море. Конечно, всем хочется на море. Это нормально. И наши давние партнеры – это Шахтинский текстильщик и санаторный комплекс «Жемчужина России». Туда также дети направляются в этом году. Много лет с ними сотрудничает компания, и мы тоже, профсоюз тоже приобретает туда путевки для детей. Кроме того, на базе Шахтинского текстильщика в этом году будет проводиться в начале августа профориентационная программа для подростков, для старшеклассников. Наша смена. Это будет проводиться именно там. Кроме этого, во всех оздоровительных лагерях будет реализована программа «Наша смена», но немножко в другом формате, которая будет касаться здорового образа жизни, навыка вот этих здоровых привычек. В прошлом году такой проект был проведен онлайн, и он очень хороший отклик получил. Он проводился для подготовительных групп детских садов и для воспитанников наших школ-интернатов. Он касался навыка общения в пандемию, использования защитных средств, банального навыка мытья рук, как ни странно. Такая профилактическая была история. Да, вот такая банальная, казалось бы, история получила очень хороший отклик у нас. И вот с использованием вот этих вот наработок будет проводиться программа, как бы, профилактика для навыков здорового образа жизни для наших детей в детских оздоровительных лагерях. Все дети примут в ней участие. По вопросам, не знаю, там, питания, у вас были какие-то проблемы или, наоборот, там, разработана какая-то специальная, ну, там, в определенных лагерях вы как-то согласовываете эти вопросы, чтобы там был рацион правильный, чтобы там были фрукты, витамины, там, не знаю, кефир там и так далее? Ну, дело в том, что меню для детей, оно утверждается на базе всех типовых нормативов. Обязательно туда должны быть включены и соотношения по белкам, жирам и углеводам. Все дети питаться будут полноценно. Более того, очень знакомая история, когда дети приезжают в оздоровительный лагерь и сначала не хотят там кушать, потому что там полноценное питание, включая компоты, первое, второе, и нет чипсов и прочего. Но учитывая, что в этом году запрещены родительские дни, не будет вот этого контакта с родителями, я думаю, что дети адаптируются в лагере намного быстрее. И, собственно, никаких проблем не будет ни с переходом на обычный рацион, ни с питанием. Я думаю, что вообще никаких проблем не будет. Обязательно, там, ближе уже к концу сезона будем подводить и предварительные итоги, и потом уже по общим итогам поговорим, как прошла детская оздоровительная кампания. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо.